Два года, два года я мучился с этой проблемой, а ты ее устранишь всего за пару минут и за пару кликов. Я вас приветствую, друзья. Если вы смотрите мое видео, значит вы уже прошли и воду, и медные трубы. Скорее всего, вы уже обращались в техподдержку Steam. И все стандартные советы типа запуск от имени администратора, запуск там разных версий формулы, вашей версии формулы, это не обязательно у вас 19, может быть 20, 21, любая часть. Вы перешли на другую операционную систему, у вас стало что-то подобное возникать. Вам техподдержка Steam не помогла, вы стали искать в интернете. Вам техподдержка сказал, напиши разработчикам. Разработчики, начиная с 22 года, не поддерживают русскоязычных пользователей. Можно попытаться написать им через VPN на английском, но в ответ только будет тишина. Что вам делать? Я обыскал весь интернет, я перепробовал все варианты. Вам этого делать не надо. А я вам помогу. Вам надо будет удалить всего два файла. Каких? Я вам расскажу. А лучше не удалить, а просто эти файлы вырезать. Что вам потребуется для этого видео? Выберите то место, куда вы эти файлы спрячете на всякий случай, если что-то вдруг пойдет не так. Какая версия у вас игры, не важно. Если вам этот способ не поможет запуску игры, и игра не запустится, то разработчики вам вернут деньги. Но это не точно. Поехали. Первонаперво заходим в наш Steam и дожидаемся заветной ошибки. Вот она появилась. Открываем через диспетчер место положения игры. Так проще всего. Заходим в папку с игрой. И вот эти вот два файла вам нужно удалить. Я название файлов напишу в описании. Также и тайм-коды. По очереди мы их удаляем. А лучше всего эти файлы вырезать. Выберите то место, откуда они у вас точно не пропадут. На всякий случай, чтобы они у вас были. Или закрываем Steam через диспетчер, иначе чудо не произойдет. Если вдруг что-то не сработает, то вы их смогли вернуть обратным образом. Прописываем название файла. Вот первый файл. Просто их можем вырезать или скопировать. Как вам удобно. Лучше вырезать. И их, собственно, вставить в нужное вам место. В любую папку, где они будут храниться. На всякий случай. Проверяем, чтобы файл не остался. Выполняем такую проверку. Вот, видите. Ошибка. Файла нет. То же самое делаем со вторым файлом. Который будет в описании. Копируем название из описаний. Если переживаете, можете лучше подписаться. Или добавить видеоролик к себе в плейлист. Находим этот файл. Делаем примерно то же самое. Вырежем. Можно на рабочий стол. А потом с рабочего стола куда-то в нужное место вам переместить. Вот, в принципе, и все. Что делаем сейчас? Сейчас мы зашли в Steam. Пробуем запустить игру. Видите? Игра запустилась. Я поздравляю. У меня на это ушло два года. Я думаю, у вас уйдет гораздо меньше времени. Игра работает. И первый запуск игры может быть продолжительным и с какими-то низкими настройками. Не на полный экран, низкое качество. Какое-то вот что-то в таком духе. Игра, скорее всего, будет первый раз запускаться долго. Может потребоваться альт-тап выполнен. Что сейчас сделаем? Сейчас вот эти файлы просто берем и куда-нибудь копируем к себе. В какую-нибудь папку на диск D, к примеру. Да? Берем, копируем и наслаждаемся великолепной игрой. КОНЕЦ